Добрый день! В эфире программа «Тема дня. Комментарий» в студии Роман Быков. Началась осень, а вместе с ней и сезон не только в школах, но и в детских садах. Все вроде бы хорошо, но в СМИ не так давно пошла информация, что мог быть проблемы с питанием, с обеспечением горячим питанием детей, потому что подрядчики отказались выходить на торги. Так это или нет, и какие меры предпринимаются, об этом мы сегодня поговорим с гостем программы. Это Татьяна Валентиновна Серая, начальник отдела коррекционной работы и дошкольных учреждений управления образованием администрации Твери. Татьяна Валентиновна, добрый день! Добрый день! Татьяна Валентиновна, действительно ли сложилась такая вот ситуация? Ну, действительно, вы правы, сложилась такая ситуация, когда наши поставщики, потенциальные поставщики, с которыми мы уже работаем в течение многих лет, это комбинат школьного питания и ООО «Лиман», не заявились на торгах на организацию дошкольного питания в наших детских садах. Чем они обосновали такую позицию? Ну, наверное, начнем с того, что были заключены контракты на организацию питания на этот учебный год. То есть с 1 сентября... Иступивший уже? Нет, уже в прошлый учебный год, мы начнем с него. На прошлый учебный год с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года был заключен контракт на организацию питания в дошкольных образовательных учреждениях в форме услуги, аутсорсинга. То есть субъект предпринимательской деятельности выходит к нам на пищеблоки, мы отдаем в аренду пищеблоки через комитет по имуществу, в аренду отдаем субъекту предпринимательской деятельности вместе с технологическим нашим оборудованием, кухонным инвентарем. И субъект предпринимательской деятельности своими штатными единицами, то есть повара входят в штат субъекта, они организовывали в наших садах питание. То есть готовили, в общем говоря. Пищеблоки у нас полного цикла, со всем набором технологического оборудования, в том числе и пароконвектоматы, электрические плиты, электрические сковороды и так далее. То есть современное, во многих уже детских садах, современное технологическое оборудование, которое позволяет полным циклом готовить горячее питание. И ни в коем случае не привозное питание, как вот сейчас в некоторых СМИ мы читаем о том, что в сады возили питание. Нет, уважаемые родители. Сады, как и школы, сами готовят на своих пищеблоках вот это питание. Так почему они отказались вдруг? Значит, ну вот они выполняли эту услугу. А когда у нас для всех нас случилось вот такое невероятное событие, как COVID-19, и мы поняли, что дошкольные учреждения сейчас будут посещать не весь тот объем детей, не весь контингент, который был заключен в контракте. Контракт заключен под полный объем, под полную посещаемость всех детей, которые находятся в детском саду. Ну, для примера, в марте у нас посещали детские сады около 19 тысяч детей. Конец марта в дежурных группах у нас осталось 18 детей. В апреле 804 ребенка. И так до конца лета мы работали в количестве до 5 тысяч детей из 23 тысяч, которые должны были посещать наше дошкольное учреждение. Понятно, что субъекты предпринимательской деятельности несли финансовые и экономические потери. Это первое. Второе. После пандемии мы видим, насколько поднимаются цены продуктов. И, конечно, то меню, которое в настоящее время сейчас существует, для субъекта предпринимательской деятельности оказалось низким, чтобы обеспечить все свои затраты, которые предполагаются для организации данной услуги. А сколько стоит питание в день ребенка в детском саду? Питание на одного ребенка стоит 101 рубль 16 копеек. Вот это средства, которые идут на организацию питания, на пятиразовый рацион питания ребенка в детском саду. А правда, что они уведомили вас буквально за неделю до 1 сентября? А ну, письменно уведомили, действительно, они за неделю до начала учебного года. То есть мы поняли, что 24-го мы получили уведомление письменно о том, что они не выйдут на наш конкурс. А 25-го это был последний срок выхода субъектов заявки их на участие в этом конкурсе. И мы видели, что ни один предприниматель не вышел на организацию питания в дошкольных учреждениях. Почему так поздно? Чего они тянули? Почему нельзя было сказать 1 августа, что ребята, нам не выгоден 101 рубль, мы не будем? Или повышаете? Они об этом говорили. И мы проводили неоднократное совещание. Мы обсуждали эту тему. Но услугу нужно было заказывать. И чтобы не оставить детей без питания, данная услуга уже была организована в документах и подана на участие в торгах. Совещания эти проводились. Мы обсуждали, мы рассчитывали. Но субъекты сказали, что все те причины, которые я перечислила, не дают возможности им выйти на наш конкурс. И обеспечить питание в полном объеме. Две фирмы. А неужели в городе других нет организаций, которые могли бы взяться за это дело? К сожалению, ни одна другая фирма не вышла. Ни на организацию школьного питания, ни на организацию дошкольного питания. Какое решение было принято городскими властями? Решение принималось экстренно. Надо сказать, что до 2019 года большая часть детских садов у нас имели в своем штате всех сотрудников пищеблока. То есть повара, кухонные работники, кладовщики. Они входили в штат наших детских садов. Сами готовили питание на наших пищеблоках. А вот продукты питания мы закупали у поставщиков. То есть конкурсы шли на поставку продуктов питания. Поэтому в этом случае мы вернулись к данной форме. Наши руководители дошкольных учреждений заключили прямые контракты с поставщиками продуктов на поставку продуктов. И в свои штаты они включили сотрудников пищеблоков, которые смогут обеспечить питание в настоящее время не полного, конечно, объема тех детей, которые могут ходить в детский сад. Это 23 с лишним тысячи. Сейчас, на сегодняшний момент, детские сады посещают 10 тысяч детей. 10-300. То есть это 50% от общего количества воспитанников. Поэтому для того, чтобы обеспечить питание этого контингента, конечно, тот состав сотрудников пищеблока сможет обеспечить, который сейчас есть в детские сады. А когда вернутся все дети в полном объеме? Тогда нужно будет искать других сотрудников и увеличивать штат. А поиск уже ведется? Ну, конечно. Мы же понимаем, что сегодня их 10 тысяч, а завтра может их сразу быть 15-20 тысяч. Поэтому им тоже нужно организовывать питание. Но всем садам удалось найти хотя бы одного повара. То есть не осталось таких садов, где никого не нашли? Надо сказать, что 1 сентября все пищеблоки дошкольных учреждений организовали горячее питание. Где-то подтянули и свои силы, конечно, где не смогли в полном объеме обеспечить. Уж слишком маленький разрыв времени был для того, чтобы 1 сентября не сорвать горячее питание детей наших детских садов. Вы вернулись к этой схеме. На какой срок прежней схеме, когда сады сами заказывают, своих поваров опять трудоустроили? Пока мы вернулись на 4 месяца. То есть до конца финансового года. До 1 января 2021 года. А сейчас идут расчеты, рассматриваются всевозможные варианты, но организация питания в детских садах не будет сорвана, и она не закончится ни на один день. Но рассматривается вариант все-таки повысить плату, потому что 101 рубль, действительно, учитывая, что правда цены растут далеко не так, как нам правительство рассказывает, не на 4%, намного выше, что действительно цена уже неадекватная. Да, рассматриваются эти вопросы повышения родительской платы. Поэтому у нас есть разбег, у нас есть то время, люфт времени, когда мы можем продумать все решения, чтобы не сорвать питание детей в садах. Но все-таки лично вам какая схема больше нравится? Аутсорсинг, то есть когда какая-то фирма, или когда детский сад сам напрямую заключает договор? Ведь по идее, когда сам напрямую, ну ведь фирма по законам вообще бизнес, экономика, это так ли я все равно посредник. То есть всегда для себя любимого дешевле самому сготовить, чем кому-то взять. Потому что отдать это дело, потому что, естественно, он на ценочку накинет за услугой. Это нормально, это бизнес, для него это бизнес. А тут ты сам, соответственно, вот не лучше ли это прежняя схема, поскольку не будет вот этой наценки со стороны какого-то посредника, который сам за тебя сготовит? Ну, конечно, есть плюсы и минусы в каждой форме организации питания, как аутсорсинг и как наши штатные сотрудники. Если брать вот услугу, то есть аутсорсинг, мы говорим о профессиональных специалистах пищеблока. Конечно, в штате субъекта предпринимательской деятельности имеются и технологи, и диетологи, есть лабораторные исследования, которые они сами могут проводить. Этого, конечно, в наших дошкольных учреждениях нет. Но поставка продуктов питания тоже, конечно, есть и свои плюсы. Когда мы сами принимаем продукты, мы их оцениваем, у нас есть бракиражные комиссии. Здесь тоже плюс в этом. Ну что ж, это была программа «Тема дня. Комментарии». У нас в гостях была Татьяна Валентина Серая, начальник отдела коррекционной работы и дошкольных учреждений управления образованием администрации Твери. Она вам рассказала о том, как сейчас обстоят дела с организацией горячего питания в детских садах. Татьяна Валентина, я вам желаю за эти оставшиеся месяцы все плюсы и минусы взвесить, все-таки принять решение, как лучше организовывать детское питание, чтобы дети, самое главное, не оставались голодными. Спасибо вам большое за участие в программе. До новых встреч.